Премьеры самых ожидаемых фильмов, звезды кино и шоу-бизнеса и обзор красных дорожек. Все это продолжается, пока идет самое мощное кинособытие Европы – Каннский кинофестиваль. Дейнайт ТВ уже делал обзоры на премьеры новых фильмов с Джонни Деппом, Харрисоном Фордом и Леонардо Ди Каприо. Если пропустили, обязательно посмотрите наши предыдущие видео. Ну а сегодня вас ждет новый выпуск. Всем привет, это Дейнайт ТВ и мы продолжаем обзор самых интересных и ярких кинособытий Каннского кинофестиваля. И сегодня таким является, безусловно, фильм «Город астероидов». Да, всем привет. Итак, сегодня у нас «Город астероидов» от Уэса Андерсона. Андерсон вообще яркий представитель американского независимого кино, который смог создать свой фирменный стиль и тем самым настолько заинтересовать кинопродюсеров и звездных актеров, что первые всегда с удовольствием жертвуют ему деньги под его новые кинопроекты, даже несмотря на то, что предыдущие картины могли провалиться в прокате. Ну а вторые, это звезды и актеры, всегда соглашаются даже на самые маленькие эпизодические роли в его картинах. Вот такой он мастер Уэс Андерсон. Ну что ж, давайте посмотрим трейлер его новой картины «Город астероидов». Ярко, причудливо, необычно. Фирменный стиль Уэса Андерсона невозможно перепутать. Режиссер отеля «Гранд Будапешт», «Академия Рашмар», «Королевство полной луны» и других картин выпускает свой новый шедевр. Действия по сюжету разворачиваются в 1955 году на съезде наблюдателей за звездами в вымышленном американском городке. В фильме, как всегда, масса звезд, среди которых Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Стив Карл и многие другие. Картина называется «Город астероидов» и выйдет этим летом. В кинотеатрах этот фильм появится в июне или в июле, в зависимости от страны, а в Канах он стартует уже сегодня. Включая торжественный проход по красной дорожке, который мы обязательно покажем чуть позже. А сейчас не забудьте поставить лайк, чтобы поддержать наш канал. Ну что ж, а чтобы вспомнить, а кому-то может и впервые узнать, фильмографию режиссера, познакомиться с его творческим стилем, почерком, убедиться, что в его фильмах снимается огромное количество звезд, мы подготовили вот такой вот обзор его лучших фильмов. Давайте посмотрим это самое лучшее творческое наследие Уэса Андерсона. Поехали! Итак, лучшие фильмы Уэса Андерсона и его неповторимый стиль. Началось все в 1996 году, когда Уэс вместе с братьями Люком и Оуэном Уилсонами выпускает свой первый полнометражный фильм «Бутылочная ракета», основанный на его же короткометражке. По сюжету три техасских друга решают стать преступниками и разрабатывают план ограбления не какого-то там банка, а целого книжного магазина. Картину хвалили кинокритики, но она провалилась в прокате. Идем дальше. Следующий фильм Андерсона «Академия Рашмар» 98 года выпуска. Это причудливая комедия о том, как в престижной Академии Рашмар неудачливый ученик Макс Фишер влюбляется в молодую учительницу. В главных ролях Джейсон Шварцман и Билл Мюррей. В этот раз картину ждал успех как у критиков, так и у зрителей. А Билл Мюррей с этого момента появлялся в каждом фильме Андерсона. И самое главное, с этой картины начинает формироваться уникальный стиль Уэса, который сделает его узнаваемым во всем мире. Как говорил сам Андерсон, он вдохновлялся картинами Стэнли Кубрика, режиссерами французской «Новой волны» и фильмами Мартина Скорсезе. В основе его стиля лежит симметрия, центрирование, яркая красочная палитра и высокая степень детализации. Следующей фирменной комедии Андерсона стала семейка Тененбаум. Режиссер всегда говорил, что все его фильмы личные. Однажды он написал развод родителей как самое важное событие в его жизни и жизни его братьев. Ситуация с разводом послужила предпосылкой и к написанию сценария семейки Тененбаума. Следующая картина Андерсона «Водная жизнь Стива Зису» вышла в 2004 году. Фильм посвящен Жаку Иву Кусто и его творчеству. Этот проект стал тогда самым масштабным и дорогим в карьере Андерсона с бюджетом в 50 миллионов долларов. Однако наличие звезд и оригинальный стиль в этот раз не оценили ни критики, ни зрители и фильм провалился в прокате. Впрочем, никто и не думал отчаиваться, поэтому Андерсон и все его звездные друзья продолжили заниматься любимым делом. В 2007 году выходит фильм «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники». Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. В этой приключенческой комедии Андерсон отправляет трех братьев, которые не общались много лет в путешествии по Индии. За время этой поездки им придется еще не раз помириться, поругаться, опять помириться и попасть в разные комические ситуации. Главные роли трех братьев сыграли Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди и Джейсон Шварцман. Фильм действительно снимали в поезде, который идет через пустыню Тар в Индии. Для этого создатели даже договорились с местной железнодорожной компанией, арендовав под съемки целый состав. Вот это подход! «Королевство полной луны» стал еще одним звездным фильмом Андерсона. «Дорогая Сьюзи, вот мой план». «Любезный Сэм, я на все согласна». По сюжету пара влюбленных подростков, живущих на острове Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых и тут начинаются веселые поиски. «Итак, начнем поиски пропавших». В ролях Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Эдвард Нортон. Мировая премьера состоялась как раз-таки на Каннском кинофестивале 2012 года. В 2014 году выходит знаменитый отель «Гранд Будапешт». «И почему ты хочешь работать в портье?» «Любой мечтает о такой работе, сэр». Премьера фильма состоялась на Берлинале, где он был удостоен гран-при жюри. Лента также получила «Золотой глобус» с номинацией «Лучшая комедия» или «Мюзикл». «Гости приезжали в «Гранд Будапешт» исключительно ради него». «Котенок». «Куколка». «85?» «И это не предел». А также еще массу наград, особенно за костюмы и грим. И вновь режиссер Уэс Андерсон, как всегда в своем стиле, создал очень яркую и необычную картину. «Эээ, там полиция». С ироничными диалогами и харизматичными типажами. «Скажи, чтоб подождали». В его фильме вновь захотелось сняться большое количество звезд. Не последнюю роль здесь сыграл и Эндриан Броуди, а именно сына богатой, но только что умершей мадам Ди, которая выкинула напыщенного сынулю из завещания. «Мсье Густаву Энн я завещаю картину «Мальчик с яблоком». «Боже». «Что? Что еще за Густав Энн?» «Боюсь, это я, дорогуша». И теперь ему предстоит побороться за наследство незаконными путями. «Если ты хоть пальцем коснулся моей мамы, живой или мертвой, я сплю со всеми друзьями». Многие кинокритики назвали «Отель Гранд-Подобешт» лучшим фильмом 2014 года. Пожалуй, и мы не будем спорить. Друзья, только что закончилась красная дорожка премьеры фильма «Французский связной» «Фрэнш-диспэтч», которая должна была состояться еще в том году, однако за ковидных ограничений ее перенесли, и все звезды мужественно ждали ровно один год, чтобы представить ее публике. В 2021 году Андерсон выпускает «Французский вестник» или «Французский связной» с классическим суперзвездным составом. В том году мы работали на красной дорожке Каннского кинофестиваля и увидели этих знаменитых актеров. Среди них Адриан Броуди, Тильда Свинтон, Кимати Шалама, Билл Мюррей и, конечно же, режиссер Уэс Андерсон. Еще одна стилистически выверенная комедия, буквально сотканная из разных миниатюр. Артур Ховицер-младший объединил отдельные статьи о зарубежье во «Французский вестник». Фильм тогда был в основной программе, однако наград не получил. Все отметили невероятную постановку, детализацию, ферверк актерской игры отдельных звезд, однако довольно слабый при этом сюжет. Что ж, и вот Уэс Андерсон, вновь возвращаясь в Канны со своим новым фильмом «Город астероидов». Сможет ли он удивить жюри и зрителей в этот раз, или же окончательно оказался в творческом тупике с одинаково уже приевшимся стилем, скоро узнаем. Но как бы там ни было, каждый его фильм — это событие, а наличие огромного количества звезд всегда будет залогом пристального внимания как со стороны прессы, так и со стороны зрителей. Вот такая фильмография Андерсона. А сейчас мы перенесемся в Канны, где у нас сейчас работает наша коллега Лена. Лена, привет! Рада тебя видеть. Ну что, рассказывай, как там атмосфера в Каннах? Привет всем зрителям ДНИТ-ТВ. Сегодня на красной дорожке Каннского кинофестиваля ожидается очередной звездопад. Ведь сегодня, 23 мая, состоится премьера фильма «Город астероидов». Режиссер Уэс Андерсон известен тем, что постоянно приглашает в основной каст массу звезд. Андерсон — американец, но часто живет в Париже, и потому логично, что для своих премьерных показов он избрал Каннский кинофестиваль. Так было с его фильмом «Королевство полной луны» и «Французский вестник». Кстати, новый фильм Уэса Андерсона в основном конкурсе, и потому может побороться за золотую пальмовую ветвь. Так что будем ждать. Отлично, ждем премьеру и мы. Ну а по курсу у нас самое главное событие — красная дорожка. Да, ну что ж, посмотрим, кто же из звезд этого фильма приехал в Канны. А их там числится огромное множество. Ну, кто тогда приехал. Сейчас будем смотреть. Итак, впереди у нас обзор красной дорожки. Туда мы и переносимся. Итак, очередная красная дорожка Каннского кинофестиваля. Сколько уже звезд тут не ходило, но чтобы сразу так много, да из одного фильма, Уэс Андерсон идет на рекорд. Тем временем в зону высадки гостей начало ярко жарить солнце. Но те, кто посмышленнее, предусмотрел такую подставу от природы и пришел с мощной защитой. Вот это абажур. Ярко, эпатажно, солнцезащитно. Народу, как всегда, собралось море. Все ждут главный кортеж. А тут подъехал не просто кортеж из автомобилей, а целый автобус. Да, как и в прошлый раз, когда мы видели тут Андерсона, он любит привозить звезд целыми автобусами. Интересно, задняя площадочка за проезд там передала? И вот двери открываются, и выходит режиссер Уэс Андерсон. И сразу в бой, раздавать автографы. За ним выходят другие звезды. Красавчик Эдриан Броуди. Шикарная брошь, как всегда на стиле. Том Хэнкс, Рита Уилсон и Скарлетт Йоханссон продолжают что-то там еще ругаться в автобусе. Наверное, выясняют, кто сдачу забрал, когда передавали с задней площадочки. Тем временем выходят остальные. Руперт Фрэнд, которого вы могли видеть в фильме Хитмен, сериале Родина, Оби-Ван Кеноби, да и многих других. Мэтт Дилан, звезда фильмов Бойцовская рыбка, Изгой, Столкновение, Все без ума от Мэри и тоже многие другие. Брайан Крэнстон, у него фильмография, конечно же, тоже большая. Но его главный хит, это без сомнения сериал Во все тяжкие. Именно за него он получил массу наград и, конечно, стал узнаваем во всем мире. Джеффри Райт, вы его помните из сериала Мир Дикого Запада, из Голодных Игр, из некоторых частей франшизы о Джеймсе Бонде, ну и так далее. Наконец вышли уже Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон, оба снимались в этом фильме. А вот и Скарлетт Йоханссон со своим мужем Колином Жостом. Вы еще не устали от перечисления звезд? А ведь все они, напомним, снимаются в одной картине. Так это еще и не все приехали. Представьте себе, кроме тех, кого мы уже перечислили, не доехали еще. Марго Робби, Эдвард Нортон, Уильям Дефо, Тильда Суинтон и другие. Просто с ума сойти, какой состав. Пожалуй, только Уэс Андерсон может собирать в своих фильмах такое огромное количество звезд. Ну что ж, пока все они ходили и позировали поодиночке, то порядком разбрелись. И невероятных усилий стоило модераторам красной дорожки собрать их в традиционную линию для позирования всей команды. И вот, как только фотосессия внизу заканчивается, то все поднимаются по ступеням фестивального дворца для финальной точки. Да, старина Брайан Крэнстон чудит с платьем Риты Уилсон. И вот все уже наверху. Эх, тут даже звезды оценили вид и начали снимать на свои смартфоны. Это ж сколько-то народу собралось. Вскоре все постепенно заходят. После бурных оваций произошла неловкая заминка. Но никто не мог понять, почему не начинаем. Все начали уже волноваться. Оказалось, что Скарлетт Йоханссон потерялась где-то по пути. Но вот ее нашли, так что все окей. Выдыхаем и можно начинать. Ну что ж, закончился наш обзор. Кому интересно творчество этого режиссера и актеров, которые там снялись, пишите в комментариях. А мы будем дальше следить за всем, что происходит на Каннском кинофестивале, да и вообще в мире кино и шоу-бизнеса. В общем, если вам нравится наш формат, наш контент, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, поддержите канал. Ну и до новых встреч на нашем канале. Пока. Пока.